Жесткий захват, активные действия в стойке, большое разнообразие приемов, подножки, броски, зацепы. Острый спор во всех поединках соревнования, битва за выход в финальную часть турнира. Несколько красивых побед дзюдоистов Омской спортивной школы номер один, развитие боевых единоборств. Напор, желание, хорошая техника в финальных поединках. Спортсмены школы лидеры по числу завоеванных медалей. Юные дзюдоисты выиграли три золотых, одну серебряную и пять бронзовых наград. Роман Иванов завоевал специальный приз. Юный спортсмен выиграл финальный поединок красивым броском и за 21 секунду. Турнир, посвященный памяти героя. Сегодня я показал свою лучшую борьбу. В финале у меня был тяжелый поединок. Сделал я прием хороший, красивый, красочный. Почти никогда не делал такого. Серия побед дзюдоистов клуба имени Александра Пушницы. Спортсмены действовали в наступательном стиле, смело применяли сложные приемы. Роман Дунаевский и Иван Рябченко сразились в финале категории свыше 55 килограммов. Оба спортсмена пытались провести разные варианты зацепов. Роман Дунаевский выиграл с небольшим преимуществом. Сегодня я сделал много классических приемов, заднюю, переднюю, по ножку. Но я сделал еще прием, который называется через спины. Понравилось мне в турнире то, что было много людей, было много соперников, с которыми можно было побороться. Даниэль Михайлов выиграл золотую медаль и специальный приз турнира. Спортсмен из клуба Александра Пушницы продемонстрировал отличную технику. Быстро подбирал приемы под соперника, в финале выиграл броском через спину. Мне понравилась полуфинальная схватка, потому что я боролся с достойным противником. А решающей схваткой я его бросил вроде через плечо. И я в партере завязался, чтобы не попасться на прием. Игорь Вайлошников выиграл решающую схватку каскадом приемов. Борец из клуба «Витязь» спортивной школы номер 17 стремительно захватил инициативу, атаковал с первой и почти до последней секунды поединка. Сначала я пытался сделать спину, было все хорошо, тогда я сделал случайно скальон. Потом второй раз, когда он пошел, я его так же сбросил с спины, и он упал тогда на базаре. Ну, потом, когда по сторонам табло, увидел, что три секунды и решил продержаться. Ярко выиграли финал и еще несколько борцов. Три победы у команды Марьяновского района, две золотые медали завоевали спортсмены из Новосибирской области. Итоги турнира подвел главный судья соревнования Олег Афанасьев. Хотелось бы отметить возросшую физическую подготовку ребят, возросшую техническую подготовку. Благодаря даже этому спортивному залу. Этот спортивный зал просто дает возможность ребятам хорошо себя технически подготовить. Сезон продолжается, впереди у наших дзюдоистов традиционный турнир «Новогодний фестиваль дзюдо». Он пройдет с 27 по 29 декабря. Владимир Истомин, Андрей Кузьмин. Антенна 7.